Стена уже ушла. Завалившаяся стена, почерневшие бревна, стоящие в воде гнилые срубы. От дома будущего этим хозяевам, очевидно, придется отказаться. Вот уже полтора года семья Синько наблюдает за этим жилищем из окна своего старого дома. Изрезанные трещинами и покрытые грибком срубы теперь годный лишь под снос. А ведь дом мог стать новой гордостью в семье. За эту постройку Александр и Мария Синько заплатили 20 тысяч долларов. В последний транш в 5 тысяч семья, понимая махинации, решила не платить. Да поздно. Когда ребята нам ставили эти венцы, они сказали, вы сделали очень большую глупость, что вы ему много заплатили. Больше он вам ничего не будет строить. И после этого стояло же хорошее прекрасное лето. И сколько мы не звонили, вот потом уже в конце июня, середина августа, у нас уже закрали сомнения, что здесь что-то не то. История у этой семьи такая же, как и у десятков других пострадавших. В интернете нашли объявление по строительству домов и срубов. Заключили договор регулярно. Как прописано в документе, перечисляли деньги. А дом не строился. Ну что ж, вы волнуетесь. Вот стоит, стоит. Вот все, что было последняя фраза, когда он сюда приезжал. Приехал и заставили его до соглашения, что он в конце августа нам вернет деньги, если он не поставит дальше. Он дом соглашения с удовольствием подписал и уехал. Эти кадры мы снимали 4 месяца назад. Здесь разница лишь в населенном пункте. В Бегомле семья Батуры рассказывала о том, что в 2011 году они полностью рассчитались перед застройщиком за дом, который так и не достроили. У нас пятеро детей. Мы живем в деревне. Детей не можем на кружки никуда отдать, потому что возможности ездить нет. Остались мы с долгами. Вмечательный назначитель, я заводящий, Андрей Владимирович, ввязание в виде лишения свободы срока на 11 лет с конфискацией имущества. 11 лет строгого режима с конфискацией имущества. Это больше, чем просила сторона обвинения. Но вот пострадавшим от действий афериста никак не легче. 750 тысяч долларов в эквиваленте. Это сумма, которую десятки заказчиков дом-проект Древа доверили Александру Клизовичу. Где деньги? Миллион долларов, их нельзя проесть, прогулять, тем более, что это все контролируемый вопрос. И всех потерпевших интересует, где деньги. И я думаю, что будем или будут дальше заниматься этим вопросом. Дмитрий Сухин один из тех, кому бизнесмен Клизович построил дом. Но мужчина также судится с аферистом. Почему? Я с господином Клизовичем построил первый дом, в который хотел заселиться, но, к сожалению, дом сгорел. И в итоге я опять пришел к Клизовичу с желанием построить тот дом, который сгорел. А зная обо всем, о моем вот этом горе и о том, что у меня трое детей, что мы на съемном жилье, к сожалению, так дом второй я и с ним и не построил. Теперь отец троих детей выплачивает два кредита. Первый за сгоревший дом, второй – 29 тысяч долларов за жилье, которое бизнесмен так и не построил. Как любой мошенник, сейчас это уже подтвержденный факт, он очень хороший психолог. Он всегда отвечал на звонки, всегда говорил «да», всегда говорил, что вот-вот уже скоро. Как-то пытался перенести сроки. Ну, очень красивый переговорщик. Теперь по документам очень красивый переговорщик – нищий бездомный. Дорогие автомобили оформлены на его родственников, а вся жилплощадь – на друзей, в квартире которых и ютится многодетная семья Клизовича. Если на первых заседаниях прослеживался некий элемент бахвальства, самоуверенности, то уже ближе к концу судебных заседаний уже видно, что… Во всяком случае, я заметил, что человеку уже становилось тяжелее. То есть он подозревал или осознавал, что приговор маленький не будет. Как получилось, что за год жена и дети афериста оказались без квартиры, еще предстоит разобраться. Также суд не поставил точку в отношении тех людей, кому Клизович построил частично дома, а это еще десятки обманутых семей. Каждый такой эпизод выделен в отдельное судопроизводство. Так что смело можно ожидать еще не один судебный процесс. Владимир Королев, Александр Каранкевич и Денис Гатила. Зона Х. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова